Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Воспитание детей поможет вырастить образованное и здоровое поколение. Открывая работу конференции, Людмила Ивановна проинформировала родителей о ситуации, которая существует в образовательных учреждениях города и поблагодарила за помощь и неравнодушие. В 27 школах нашего города обучается 6776 учащихся. Из них принято в школу 729 первоклассников. В 23 детских садах воспитывается 2100 воспитанников. За период с 2015 по 2019 годы управленным образованием были получены учебники в количестве 128 717 экземпляров. 31 октября, буквально вчера, для обучающихся 3, 4, 5, 7, 8 и 9 классов были получены еще 1749 учебников. Таким образом, на сегодняшний день обеспеченность учебной литературы составляет для 3 классов 100%, для 4 – 99%, для 5 – 93%, для 7 классов 92%, для 8 – 97%, для учащихся 1, 2, 9, 10 и 11 классов 100% обеспеченность учебников. Одна из актуальных проблем нашего времени – совершение суицидов среди детей и подростков. О причинах и решениях говорили участники конференции. Я совместно с сотрудниками управления образованием присутствовала на совещании в Министерстве образования, где один из вопросов был увеличение количества суицидов среди детей и подростков. Статистика ужасающая. Дети после ссоры с родителями совершают самоубийство, оставляя через сутки их предсмертные записки. Родители, задумайтесь над этим. Иногда нужно просто выслушать ребенка, чтобы не допустить самого страшного. Рост суицидальных тенденций и суицидов завершенных как раз прежде всего связан с тем, что мы очень мало уделяем внимания своим детям. Я вот как участник, как член комитета по защите права детей в исполновении, как врач, который принимает участие в Республиканской и городской медико-медагогической комиссии, замечаю тенденцию очень плохую к увеличению показателей расстройства психики и поведения. И как самый печальный итог среди этих расстройств – это суицидальная тенденция. Поэтому сегодня вот так акцентируется внимание именно на этих расстройствах. Каждый ребенок из четырех детей из нашей статистики страдает расстройством психики и поведения. У родителей была возможность принять участие в работе четырех тематических площадок. Как можно с помощью посещения музеев решить важные проблемы воспитания детей, рассказывала руководитель Центра «Патриот» Лидия Лаптева. О профилактике ранней беременности и абортов с родителями говорил психолог Центра планирования семьи Евгений Лубянов. Руководитель шоу-театра «Импульс» Елена Тимошенко обозначила важность дополнительного образования как одной из форм воспитания и социализации детей и взрослых. А Людмила Севрюкова, хранительница очага «Дома семейного типа», делилась опытом создания дружной сплоченной семьи, где царит взаимопонимание и любовь. Подводя итоги, участники конференции пришли к выводу, что встреча стала определенным шагом для решения многих проблем. Родителям постарались напомнить о семейных ценностях и важности личного примера для своих детей. По итогам проведения городской родительской конференции приняли резолюцию, а затем присутствующие насладились талантами воспитанников Дворца творчества детей и юношества. Новости телеканала «Луч». Субтитры создавал DimaTorzok